всем привет мы начинаем нашу научно-познавательную передачу с названием аукцион арселин фон номер 194 пройдет с 8 по 14 ноября сразу несколько тем таких осветим сейчас вот по горячим следам был один из наших посетителей уважаемых и подбросил нам сказать подбросил да нам тут подбрасывают идею для вот таких вот вступить на слов там так далее так далее одна из них он говорит берите за это деньги деньги за это мы брать не будем потому что наши ролики это научно-познавательная передача никакая не коммерческая поэтому то что мы действительно считаем вот то мы так и говорим кстати об этом сейчас кабы о рынке я тоже коснусь и вы мои слова проверите прямо что называется по живому и так анонс с 10 ноября по 28 января в москве сеченовский переулок 3 пройдет замечательная выставка свешникова борис свешников вот это просто вот слово замечательное ничего не отражает возможно даже лучше где будут представлены сумасшедшие совершенно работы вы откроете если вы для себя свешникова борис свешникова знаете только как по каким-то инфернальным темам за могильным и так далее обязательно посетить сходить и вы откроете для себя просто какие-то потрясающе поразительные по своей красоте мир и именно мир и поэтому это однозначно события и конечно посетить познакомиться погрузиться в это будет полное 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 основание ну вот так анонс сделали устроительном этой выставке теперь по делу что называется доллар продолжает немножко тын-тын-тын но он правда разделился на биржевой и наличные наличные как бы так и держится в районе 94 95 а биржевой норовит все туда к 90 как это на наш скажется но пока каким-то относительно позитивным образом это движение нам нравится больше чем движение в обратную сторону начнется ли она туда снова к 100 и выше но бы здесь не ждем наверное все привязано на политические какие-то события реалии там ожидания и скорее всего до конца этого года вот так оно и будет но уже и хорошо вот уже и хлеб что называется теперь вернемся к нашему бизнесу сейчас уже несколько было таких разговоров и как бы наверное но не то чтобы подведем итоги на промежуточные итоги можем подвести точно причем они не то чтобы не привязаны к природным явлениям до к активному какому-то сезону осеннему или к там отпускному летнему мы уже сами на эту тему неоднократно говорили что сейчас никакой сезонности не существует это какая-то ерунда все сильно зависит от каких-то политических и прочих событий которые вот возьмут да и произойдут и вся сезонность и все там остальное идет там кверх тормашками тем не менее пока условно спокойно пока условно спокойно за окном что называется но и относительно в мире следующее наблюдение первое существуют редкие ударные работы до топ лоты так называемые вот этот рынок топ лотов вообще идет вне времени недавние торги там рекордная семимиллионная продажа у нас подтверждение тому то есть не на какой рынок не на какой там средний уровень здесь никакой оглядки не существует есть ударная работа популярного художника а еще и если она и редкостью какой-то обладает а то плоды естественно обладают редкостью то все борьба превышение резервных там цены так далее так далее поэтому здесь вот этот вот уровень топ лотов не будем сейчас его расшифровывать и так понятно о чем я говорю он идет вот сам по себе это всегда так было и сейчас так есть средний же уровень работы чуть-чуть пошел вниз причем эту тенденцию мы с вами мы мы с вами стали наблюдать наверное где-то с июля вот июль тире конец октября идет плавное спокойное но снижение цен на средний уровень картин ну а нижний так сказать уровень цен там 10 там тире 50 тысяч рублей здесь ни на что не влияет это как 10 лет назад было так и сейчас так и есть эти цены стоят на месте так что вот пока такое движение как это влияет на рынок да никак продается все более или менее продается топ лота безусловно продаются здесь и говорить об этом нечего сегмент еще раз я говорю вне времени вне политики вне всего средний уровень тоже продается при условии нахождения баланса то есть хотелки какого-то там полутора двухлетней давности по ценам напарываются на сложность спроса и предложения поэтому здесь вот этот баланс он трудненько но находится и он к сожалению находится на чуть-чуть таком плавненьком снижение вот так я нежно так говорю нежно не ранить чувство верующих что называется и куда-нибудь не завестись вот так друзья мои с точки зрения наполняемости скажем так хорошими картинами ну здесь у нас проблем нет за весь рынок не скажу это как всегда у кого-то то густо у кого-то то пусто соответственно здесь смотрите сами по аукционам делать для себя выводы у нас слава богу приход хороших топ лотов и так далее как он был так он и продолжается и дай бог так оно и будет так что следим за нашими аукционами за нашими замечательными работами и к ним то вот мы сразу и переходим поехали и вот вам подтверждение моих слов оскар рабин оскар рабин холст масла 59 на 70 хороший размер как раньше такие называли чемоданный размер то есть чтобы дипломаты в основном покупатели у диссидентствующих таких да об этом мы еще поговорим художников покупатели были дима дипломаты и представители каких-то кап стран загранично зарубежных кап стран и вот чтобы им легче было вывозить соответственно чтобы работа влезала в чемодан чемодан размер отлично 1974 год скрипка и скорая помощь 1974 год напомню это еще до эмиграционный период в эмиграцию с карабина отправился 78 соответственно и тогда происходили уже в его творчестве изменения мы об этом говорили кому надо посмотрите наши ролики частности про оскара рабин чем еще важен важен 1974 год а именно в этот год прошла так называемая бульдозерная выставка важнейшая веха и в биографии художника и в биографии всего направления до того самого нонконформизма до шестидесятников тех самых что это такое почему бульдозерные ну мы на эту тему очень много говорили и даже говорили с участниками этой выставки представляете 74 год люди которые там были и рассказывали от первого что называется лица свои впечатления значит никаких бульдозеров там не было там были поливальные машины но с ковшами и вот эти вот ковши они воспринимались впоследствии многими пересказчиками этой выставки как вот бульдозеры которые там под предлогом там навести порядок на этом пустыре и так далее естественно боролись с картинами с этими художниками все там было ужасно отвратительно и что самое главное бессмысленно то есть разгон художников привел наоборот к ну не то чтобы их популярности ну скажем так к точке внимания это уж точно естественно они тогда так этого не воспринимали а воспринимали это наоборот как ну какой-то перелом сильно худшему что и произошло с ускар мрабином именно он был организатором этой выставки на пустыре и за эту дерзость он поплатился дальнейшими преследованиями и эмиграции то есть тут как бы 74 год это прям вот важнейшая важнейшая еще раз мы повторим это это так сказать данность и для художника и для всего направления отдельной строкой внутри вот этого всего находится тема этой картины скрипка давайте про это поподробнее скрипка исповедальная тема в творчестве равен память о детстве лишениях потери иллюзий и растраченных страстях скрипку несколько раз можно насколько можно судить по биографическим книгам он не любил а ведь скрипку скарам не любил этот инструмент нравился его матери а оскару не хватало терпения тем не менее со скрипкой связан мистический случай описаны в книге аркадий неделя оскар рабин нарисованная жизнь 1944 году сорок четвертом году это вот как близца окончания второй мировой войны измученный голодом и лишениями сирота оскар рабина решает идти в армию на войне и на войне убивают да ну и кормят по уставу 16-летнего новобранца соглашаются взять военный оркестр потому что он играет на скрипке но в деревне под тулой где он был расквартирован случился пожар скрипка сгорела и оскар рабин воспринял это как знак нужно оставаться художником на фронт он не попал вот друзья мои выставляете вот такая вот странно сюрреалистическая до скорая помощь скрипка сто процентов узнаваемый рабинский цвет многими ошибочно считающиеся каким-то депрессивным да и вот каким-то чернушном и так далее но это люди которые мало видели рабина не любят пока пока его и творчество еще в отличие от нас я так считаю это вообще космос это просто космос рабин это космос замечательно так что до драма присутствует конечно во большинстве его картин присутствует драма элемент драмы это правда но это и всегда силу искусства на этом строится редко редко когда что-то такое положительно благостное когда у всех все хорошо здесь нету нерва нету силы нету вот этого воздействия на тебя до каких-то жизненных там творческих энергетических обстоятельств которые художник закладывает свою работу а у равен то уж точно закладывал поэтому его работы заряжены заряжены этим нервом именно это поменялось в 78 году когда он уже оказался во франции и мы об этом говорили там этот нерв ушел а здесь он ох поэтому работа хороша во всех смыслах друзья мои и по красоте и по качеству и по исторической значимости здесь сказать побороться приобрести побороться приобрести давайте уверена кому-то повезет нам спасибо вам лучи поддержки а мы едем дальше очень работа это просто потрясающий иллюстрации того что происходит за окном прямо сейчас да вот работа написана в 1977 году тоже обратим на это внимание конечно пётр белинок называется кокон и ну вот этот панический реализм изобретенный петром белинком то время сейчас ну настолько актуален настолько точно отражает и психологию момента да и впрямую то что происходит за окном и так далее во всем мире просто диву даешься диву даешься тогда все воспринималось из разряда какого-то до 77 года то есть советская власть там навсегда трудящиеся там по на площади первого мая там ну и так далее до демонстрации там красные шарики тогда казалось это будет вечно и какой тогда панический реализм когда все понятно прозрачно на многие там десятилетия вперед оказалось сильно нет оказалось сильно нет и оказалось потрясающе точно так как сегодня все это написано но вернемся к работе эту работу в конце 70-х 70-х приобрели у автора французские дипломаты и владельцы отмены коллекции то что я вам говорил да кто были основные покупатели но это вот как раз чаще всего в той или ином виде какие-то заграничные работники до кап стран как мы тогда говорили не всегда кстати говоря там страны для многих художников страны южной америки да там чили перу там ну и так далее вот это вот все были в даже предпочтение почему-то у этих дипломатов и у этих посольств как-то вот водились наличные деньги и с ними было проще взаимодействовать соответственно но это вот так из рассказов да сами не присутствовали ничего не можем сказать в принципе но это основной пока покупать значит при всем при том естественно и наш творческая интеллигенция естественно научная интеллигенция и конечно отдельной строкой это медицина вот круг потребителей этой живописи вернемся к белинку покупатели его искусства по знаку дипломаты до французские познакомились белинком на выставке в павильоне пчеловодство это кстати в развитии темы бульдозерной выставки когда было сразу несколько вот таких этапов до первая собственно сама выставка где всех разогнали после чего все боялись там уже каких-то репрессий прям таких настоящих которые и последовали чуть позже миграции оскара бы на рабина совершенно не помню на пустом месте произошла но тем не менее какое-то послабление случилось случилось в том числе павильон пчеловодства сумасшедшая выставка и вот вот смотрите нынешние так тогдашние покупатели этой работы познакомились белинком на выставке павильоне пчеловодства потрясенная энергетика его панического реализма они стали покупать его работы и даже один раз заказали ему какой-то сюжет блинок отказался на заказ он не работал но мы вспомним биографию белинка это успешный скульптор советского времени мастерская своя водитель с машиной сводом до предоставлены так далее производитель другого слова не скажешь до производственных бюстов тогда владимир ильича ленина вождя мирового пролетариата и революции вот он это все бросает уезжает в москву ведет почти голодную там безусловно очень бедную жизнь и при этом не работает на заказ это и есть настоящее искусство и настоящий художник тем не менее тот заказ или ту идею он все-таки воплотив до вдохновение пришло и тоже было сделано это не про эту работу это другое а перед нами еще раз вернемся кокон стремительно сложная концептуальная вещь в определенном смысле квинтэссенция его идей его там смотрите какие у него идея этот человек всегда в каком-то таком разобранном состоянии да назовем это так паническом не паническом и так далее над ним висит какая-то сущность которая явно скорее всего враждебно и вот это противостояние чего-то неведомого да с каким-то вот отдельно конкретным персонажем это вот и есть творческий конфликт работ это вы самого творчества до процесса рада радина друзьям белин к поэтому смотреть разгадывать понимать отождествлять себя вот сейчас вот в наших обстоятельствах да как мы себя ведем под по отношению вот чему-то враждебному до что висит над нами над всеми вот это и есть белинок в чистом медицинском виде так что друзья мои работа исключительно хороша цена нормальная цена нормально и хочу сказать что даром что надо прям любому каждому там с улицы за такие деньги не надо не не получится но цена хорошая для такого уровня такого года и всего остального так что обороться приобрести давайте удачи вам а мы движемся дальше дон кихот друзья мои дон кихот зверевский зверевский дон кихот и мельница добавим мы название этой работы дон кихот и мельница 1971 год все у нас крутится до вокруг такого 70 е ну здесь и говорить не о чем в творчестве зверева мы уже не раз говорили сейчас сразу покажу обязательно история экспертиза валерия силаева здесь друзья мои мы в очередной раз столкнулись ситуации когда к нам обращаются какие-то владельцы картин со словами вот мы тут где-то купили зверева яковлева там и так далее не мухина помогите нам с экспертизами мы задаем встречный вопрос ну как вы же купили работу в задаче продавца вас обеспечить на уверенностью и надежностью то есть вы должны были купить вместе с экспертизой то есть уверены нет других вариант требуйте при покупке картины сопроводительные там все правильные бумаги значит у нас они всегда есть поэтому здесь это настолько очевидный факт что даже смешно говорить и тем не менее каждый раз мы на это обращаем внимание еще еще раз и это никогда не лишь на но вернулись к работе дон кихот зверев редчайшая редкость но мне с каждого ты там и год говорил назад там и два года назад говорил слава богу такие такого уровня работы к нам приходят на торги и мы имеем возможность и счастье вам их презентовать показывать и нам всем вместе так сказать культурным образом вокруг них каким-то образом существовать да это вот такая у нас удача тем не менее с точки зрения коллекций собирательства это конечно неотъемлемый элемент любой коллекции тех людей которые собираются десятников уж тем более зверево иметь обязательно то есть что вы должны иметь вы должны иметь несколько работ с женскими головками они разные желательно среди них иметь одну музу асееву до зверево отдельной строкой идут натюрморты отдельной строкой в творчестве зверева идут лесные такие пейзажи николь на гора и так далее отдельной строкой идет тема зоопарка животных и еще более редкая тема это как раз и наверное все таки подчеркнем важно это дон кихоты почему есть мнение такая абстрактная фраза такая есть мнение что зверев себя как раз ассоциировал с ибр с образом и даль когда вот этого идеалиста фантану фантазера да вот человека который оторван от жизни то есть из сатирического образа сервантоса да как чего-то устарелого морально там физически так далее дон кихот сейчас нашим с вами понимание это вот что-то такое благородное наперекор всему наперекор обстоятельствам техническому прогрессу вообще всему до такой идеальный образ честного романтического героя местами смешного мне сейчас владимир богданов им большой привет написал здесь еще одну замечательную вещи обязательно прочитаю в советское время были популярны на телевидении учебные программы разные в том числе была такая программа по обучению испанским языком и вот заставка к этой программе было советскими мультипликаторами сделано из картины пикассо то же самое мельница и дон кихот и там как раз анчо панси на своем ослике подъезжал к рыцарю печального образа зверев вернемся к этому обращался к этой теме что важно почему мы говорим как тема творчества потому что она у него возникала и в начале и в середине и в конце он все время этот образ том или ином виде выплескивал вот именно это слово да как и вообще большинство работ это как раз выход это не какая-то там такая такой кропотливая там вот въедливая это всегда эмоция который выплескивается на холст здесь это безусловно так плюс работа оформлена друзья замечательным образом так что здесь просто вот с какой стороны не посмотри брать если у вас нет до сих пор дон кихота этот пробел надо обязательно восполнить и вот наш с вами случай так что давайте такие у нас торги на что делать побороться побороться а мы движемся дальше и перед нами не мухин владимир не мухин работа называется солнечные стрелы посвящается андрею белому 2001 год еще раз солнечные стрелы посвящается андрею белому вокруг этого сейчас и будем говорить и опять не поворачивается язык назвать эту работу крепким не мухина наш известный мем до который уже вошел в народ в эпоху и так далее ну крепкий не мухин это какая-то средняя крепкая хорошая качественная работа до что сразу предполагает как бы и не крепкого и не нему не некачественного и наоборот там повыше так далее здесь не будем сейчас в этом во всем копаться есть эта фраза но эта работа особенно несмотря на то что 2001 год а все стремятся какие-нибудь 90 и туда куда-нибудь пораньше пораньше а вот обратим внимание смотрите редкий сюжет для не мухина одна из ярких работ череде его посвящение андрей белый псевдоним поэта символиста бориса николаевича бугаева был ярким представителем серебряного века мистиком затериком оккультистом автором нескольких сбывшихся предсказаний включая причину собственной смерти причину собственной смерти предсказал поэт андрей белый солнечные стрелы в названии не мухина это цитата из стихотворения друзья процитирую золотому блеску верил а умер от солнечных стрел думай века измерил а жизнь прожить не сумел не смейтесь над мертвым поэтом снесите ему цветок на кресте и зимой и летом мой фарфоровый бьется венок позже оказалось что слова из второй строчки вот эти а умер от солнечных стрел были не просто поэтической метафорой а мистическим пророчеством андрей белый умер от последствий солнечного удара вот так это ли изобразил владимир немухин работа позитивная солнечная заряженная вот такой вот светом таким да это факт сейчас за нею чтобы стояла вот эта драматургия вот эта история ну скорее всего конечно иначе бы она не была посвящена андрея белому и уж тем более так и называлась так что кого кто присматривал прицель цена друзья мои а вот здесь я обращу внимание отличная очень выгодная правильная цена поэтому кто в принципе присматривал себя немухина а уж тем более такого с историей него не пройти мимо не пройти так что давайте наши лучи поддержки вам для пополнения вашей коллекции а мы движемся дальше и перед нами очень необычный даже не знаю как назвать произведение искусства артефакт или еще как-то очень необычным необычный лот автор тем не менее есть это вячеслав калинин да 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 тот сам работа называется охотники в заброшенной деревне многие из вас знают это произведение как а форт и я вам его сейчас продемонстрирует замечательная книга мы всегда говорим о том что это эти книги надо приобретать надо изучать надо иметь пользоваться ими как мы в нужный момент и так вот он этот афорт охотники в заброшенной деревне а то что мы сейчас видим с вами на и на экране это доска с которой делались отпечатки вообще человек который принес нам это словами ну вот уникальное произведение искусства наверное впервые продаются продается где-то или когда-то в европейском культурном обиходе это практика присутствует вполне себе регулярно до когда в чем смысл тиражной графики это возможность людей с небольшим достатком или просто любителей именно тиражной графики составляет дел своей коллекции просто приобщаться что называется культуре да за небольшие деньги как это делается делается вот такая доска вырезается рисунок и дальше с нее делать несколько отпечатков конкретно 50 вот таких афортов было 50 сделанных с этой доски потом просверливается в четырех углах то есть уже с нее сделать без вот этих дырок нельзя это уже если вдруг это было бы сделано то уже это понятно что идет сверх тиража то есть какой-то не очень официальный пошел довесок тираж да дальше забиваются вот эти вот из на 3 царапины до которых идет отпечаток специальной краской специальным лаком тоже теперь это не даст сделать этот отпечаток иначе вот таким образом оформляется уже как произведение искусства то есть это прям самый оригинальный оригинал вот этих вот отпечатков с названием охотники в заброшенной деревне 1975 год насколько встретит интерес у вас этого мы не знаем сейчас проводим с вами эксперимент вещь экзотическая требует хорошего освещения то что вы сейчас видите а потом мы будем снимать это близко специально немножко это все подсветим и так далее хорошего света это да но безусловно то есть вот когда ее принесли но это классно но это классно как ее потом при спад первые же мысли которые возникают как приспособить куда где в какую нишу как подсветить чтобы вот этот вот заиграла она играет если правильно подсветить но вот нашему с вами вниманию давайте два слова про художника калинина смотрите мечтав калинин леонозовец не на единомышленник крапивницкого рабина немухина в 62 году после показа своих картин на комиссии мозга его исключили из абрамовского училища а 1974 году вспомним этот год как с чего мы начинали наш с вами обзор да калинин был числением многих участников выставки неофициальных художников павильоне пчеловодства на в днх в конце 70-х он выставлялся на малой грузинской в составе горкомовской семерки многими не любим потому что считают его творчество такое пошла кабацка ресторанная а мы любим просто нет сил своеобразный узнаваемый интереснейший всегда с внутренним каким-то полудетективным сюжетом внутри каждой работы всегда за этим интересно наблюдать за этими типажами характерами за взглядами друг на друга это вот и фирменным калининским цветом здесь этого всего нет это другое и тем не менее это калинин так что друзья мои ну вот проведем с вами этот любопытный эксперимент и что-то еще дополнительно узнаем про наш с вами коллекционирование и давайте двигаться дальше жаль заканчивать друзья мы говорить бы договорить но увы ютюбное время есть ютюбное время поэтому не могу не показать в завершении нашей передачи яковлев владимир яковлев тот самый с цветами вот в таком вот виде красный акцент не пропустить пивоваров ну как ну как пройти мимо а не только в улов выставляете что творим показываем вот вот мимо чего нельзя пройти еще по ссылочке сходите посмотрите 21 работа каждую неделю несмотря ни на что замечательные художники замечательная картина есть что посмотреть есть чтобы чуть почитать поизучать и уж тем более побороться и пополнить своей коллекции давайте друзья мои до новых встреч все будет хорошо